Значит, что касается уже позднего реабилитационного периода, то спустя, наверное, даже месяц после того, как прошла процедура, вот через месяц вы уже можете приступать к мезотерапии, к биоревитализации. Химические пилинги на протяжении всего этого времени, пожалуйста, вы делайте. Очень хороший эффект дает пилинг джесснера курсом, когда делаете пилинг джесснера, да, 4-5 процедур с интервалом раз в неделю, либо раз в 10 дней. Пожалуйста, вся аппаратная косметология, электропорация, если у вас есть, ультразвук. То есть практически можете использовать абсолютно все. Как вы смотрите на сопоставление между нитями и скульптором? Фактически это одна и та же база, если я не ошибаюсь. Вы знаете, что? Во-первых, скульптор у нас уже как бы давно в Москве не практикуется. И просто появились такие препараты, которые совершенно безопасны и не дают осложнений, не дают грубых перерождений, абсолютно тканые волок. Поэтому я не... Я имею в виду те пациенты, которые приходят вместо скульптора, и если я хочу им сделать нити... А, то есть у них уже стоит скульптор? У них уже стоит скульптор. Вы знаете, я думаю, что страшного ничего нет. Я думаю, что это можно сделать. А вы имеете в виду объемное моделирование скульптором, да, которое вы выкладываете на надкосницу? Ну, конечно. Думаю, что, наверное, можно это делать, потому что идентичные материалы, и они должны... Да, еще такой момент. Всегда помните про нерассасывающие филеры, да? Вот. Это противопоказано. То есть есть... Как правило, куда вводили их? В носогубки. Если пациент говорит, что у него был филер нерассасывающий, то носогубки все, вы уже не трогаете. Потому что если там капсула, и вы ее разорвали, то что мы получим, неизвестно. Лучше не рисковать. Это является абсолютным противопоказанием. Либо у вас в носогубках стоит филер, да? Вы можете использовать стрейд 2G для того, чтобы поднять скулу, но не доходя до носогубок. Либо вот такой вариант вы выбираете. Так, что касается осложнений. Самое неприятное осложнение, мы уже говорили о нем, это воспаление, нагноение в месте введения препарата нити. Причина, понятно, да? Это несоблюдение правил асептики, антисептики. Если мы обнаружили покраснение, воспаление по ходу введения нити, то нить нужно удалять. Однозначно уже нить там не приживется. Если вы смотрите на раннем реабилитационном периоде, это втяжение, я уже говорила. Ждем, пока спадет отек, потому что отек спадет, может быть, это все пройдет. Но если это явное втяжение, то тогда нужно просто то место, где это втяжение растянуть. Вы сходите пальчиками с перчатками, там, где втяжение, в ротик, и начинаете аккуратно растягиваться. Вы срываете ниточку, вы срываете, но не полностью нить срываете, а вот то место, где это втяжение, да, только вот этот участок. Хорошо размассировав и растянув его. Как правило, после таких манипуляций, втяжение проходит, ниточку удалять не надо. Поэтому, когда вы делаете процедуру, будьте внимательны, следите за ходом, за движением иглы, чтобы она ни в коем случае не подцепила у вас кожу. Значит, что касается удаления нити. Значит, есть два варианта. Можно сделать крючок. Знаете, обычные крючки бывают, как они называются? Вязальные крючки, да. Самый тоненький крючочек, его можно там наточить, подточить, но я люблю пользоваться вот такими вещами. Я беру вот такую толстую иголочку, беру пианчик, да, и делаю вот такой крючок. Вот этим пианчиком я сделала вот такой вот крючочек. Вы видите, там, где имеется покраснение по ходу ниточки, да, в каком месте. Значит, вы делаете обезболивание, вот, вводите вот этот вот крючочек и постепенно цепляете ниточку. Она очень легко у вас выйдет. Там, где воспаление, ей там цепляться не за что, крючками, да, там, потому что кругом будет отек. Надя, посмотрите. Да, смотрите, там, где более поверхностно расположена нитка. А еще иногда бывает, знаете, как вы, допустим, приходит пациентка, а нитка у нее прямо вот гуляет под кожей, вы ее ощущаете. Вот вы собрали так кожу, она вот у вас прямо, такие моменты бывают, да. Часто это бывает на шее, когда нитки просто вот не приживается там. Вот. Тогда вы просто вот так вот нажали, посмотрели в каком месте она более такая подвижная, и обезболили, и ввели этот, удалили этим крючочком. Аккуратненько, не торопясь, в принципе, это все легко очень делается. Первый раз есть, ну, не дай бог это, если у вас такое будет, конечно, вот, вы можете приводить пациента здесь это делать, да. Иногда бывает, этот крючочек, нужно не всю нитку удалить, а у вас, допустим, здесь стоит нормально, вот один какой-то участочек, да, нитка как в свободном плавании, то есть она передвигается очень легко, тогда вы можете просто отдельный участочек подцепить, потянули. Не тянется, вот просто срежьте его. И вообще из моего опыта, если я видела какие-то воспалительные реакции, назначать антибиотикотерапию, оставлять там нитку, нет смысла. То есть лучше все-таки ее удалить, пройдет какое-то время, потом поставить новую. То есть нитка убирается полностью? Ну, практически, да. Если вот по ходу нитки вы видите воспаление, покраснение, да, и болезнь, то, конечно, она убирается полностью. Но ведь если фиксация идет в челюстную область, то они же не плотно фиксируются? А, вы имеете в виду подбородочную область? Я говорила об армировании нитей. Там фиксируется плотно. Тогда здесь стоит действительно вопрос о ликвидации всех полностью нитей. То есть если у вас идет воспаление по ходу нитей, безусловно, оно будет распространяться дальше. Как ее вытаскиваете? Так же? Да, если вы с разрезами делаете, укрываете разрез и вытаскиваете. Я думаю, что, понимаете, если это воспаление, у вас, вы еще на самом раннем этапе получите это воспаление, у вас еще швы не будут сняты, если вы с разрезом делаете, да. То есть удалиться она тогда очень легко. Вот, ну, еще раз повторяю вам. Как у вас удалится, если вы хотите? Ну, смотрите, она достаточно легко удаляется, потому что, ну, лучше обезболить, походу. Потому что там отек, и эта нитка, она в свободной среде плавает, и она уже там ни за что не цепляется. Вытащите, да? Она, в принципе, она вытаскивается очень легко. А скажите, когда вытащили нитку, надо какую-нибудь противоспалить сухотерапию? Да, конечно, надо. Местная? Вот. Местная травмель вы можете наносить, и антибиотики назначать. Не забудьте после лечения антибиотиками назначать флору кишечную. Это обязательно, потому что... Вы говорите про нитки, которые рассасываются, или не рассасываются, или про обе обе? Про обе. Про эти и другие. Если есть воспаление, смысла оставлять ниточки нет. Это вообще частое осложнение? Да. Очень редкое. Очень редкое. Пок Kentниками. Продолжение следует...